здравствуйте друзья у нас письмецо иван 22 года заканчиваю обучение по специальности физика однако осознаю что научное изыскание это не моё около пяти месяцев назад начал изучать java до этого в основном изучал java core а теперь перехожу к изучению основных фреймворков необходимых для устройства java junior и буквально утопаю в том количестве информации который на меня обрушивается теперь ближе к делу когда приходится разбираться в каких-либо технологиях или предметах не важно будь то физика математика программирование встает вопрос о понимании и усвоении материалов все мы знаем что бывают моменты когда буквально схватываешь все на лету да а бывает что не понимаешь очевидные вещи тоже бывают хочу поинтересоваться у вас какие основные моменты базовые принципы не очевидные тонкости стоят за процессом обучения как учить и понимать что либо наиболее эффективно и быстро и там дальше про мой жизненный опыт который должен пригодится в ответе на вопрос ну давайте давайте попробуем ну давайте из моего как бы понимания и опыта есть люди которые склонны больше чем другие люди к такому академическому познанию вот они сидят учат 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 и как-то у них получается вот так вот чтобы без практического применения без того чтобы вот руками что-то поделать посмотреть с разных сторон так вот именно в практическом плане да вот они так значит у них получается это не значит что другие люди которые может быть более прикладного склада не могут например развиться в этой области могут ну конечно могут мы все можем развиться в какой-то мере в ту или иную сторону но тем не менее есть какие-то предрасположенности есть какие-то может быть ограничения которые нам сверху данные вот в этом плане это как бы одно поэтому я я очень хорошо понимаю фразу когда он говорит вот я изучаю физику я понимаю что теоретические изыскания это не мое да конечно ну 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 конечно подавляющее большинство людей это не их и собственно и не нужно столько теоретиков то господи вот это это нормально это очень хорошо но не нет и нет подумаешь проблем как и теперь дальше что вот он изучает java изучает там core изучает фреймворки и вот иногда упрешься во что-то вот это упрешься во что-то как автор говорит я с ним согласен мы все наверное в это утыкаемся где-то проще идет где-то сложнее идет и я сейчас не беру в рассмотрение такие вещи которые зависят например но но реально могут зависеть например от питания от физической активности человека то есть как состояние здоровья его да вот на текущий момент это тоже сказывается вот например усталость если человек устал то у него резко снижается способность новое знание получать и если вы поговорите скажем там с физиологами они вам скажут что гораздо проще не загонять себя в усталость в стресс чем потом снимать стресс снимать усталость выходить из этого состояния возвращаться в норму и так далее мы очень часто особенно по молодости когда мы себя еще не так хорошо знаем загоняем себя в ситуацию когда мы просто устаем то есть если вы чего-то изучаете это очень здорово да но при этом оставьте себе место какое-то пространство какое-то для занятий какой-то физической нагрузкой я не знаю можете в джим ходить можете там баскетбол играть можете даже ну я не знаю там в походы ходить не суть важно как это произойдет но существенно чтобы с этой стороны вы себя не тормознули это тоже у многих бывает вот они себя загоняют какой-то такой передоз понимаете и и вот не могут потом выбраться оттуда такой может академический запой вот так хорошо сказал значит дальше дальше у человека есть то что педагогической психологии называется зона ближайшего развития вот ты что-то знаешь и вот скажем вот на том отрезке времени который мы рассматриваем достаточно непродолжительно вот на этом непродолжительном отрезке времени вот в эту точку ты можешь прийти а дальше нет и это психология это не то что понимаете вот воля там или еще чего то это вот мы так устроены вот на наш психика так устроена и ну что вы можете погуглить на это да там зона ближайшего развития выгодский такой был психолог очень известный советский и если вы уперлись в это дело значит единственное что вы можете реально сделать вы можете дать какое-то время до чтобы там устоялось тогда у вас откроется какая-то новая граница то есть когда вы пришли в другую точку у вас открывается новая новый рубеж вашей зоны ближайшего развития не то что вы туда пришли встали нет это значит что просто по прошествии до некоторого времени у вас сдвигается граница вы пришли туда а у вас еще горизонт пришли туда вас еще горизонт но если вы будете например там по три ступеньки скакать эти то может оказаться что вот по одной вы можете даже по две может быть можете а по три уже нет поэтому так так тоже ну как бы бывает и мы часто вот забегаю вот в этот барьер который объективно существует и ничего сделать нельзя то есть грубо говоря надо ставить задачи реалистические для себя вот мне нужно срочно поднять такой-то объем информация но извини я бывает что нельзя нужно что же делать вот и дальше что практический аспект понимаете вы смотрите на много много информации для вас она в данный момент академическая как какой-то там язык какие-то там среды инструменты там еще что-то и до тех пор пока вы не станете практиковать это дело будете по книжке учить она так и останется теоретическим и вы упретесь в реальную неспособность усваивать дальше материал просто потому что вы не не абсолютно такого сильного академического типа когда можно не без практики обойтись мать вот если вы изучаете программирование значит вы и в идеале давайте так в идеале вы должны были бы себе сказать я хочу изучить там java я не знаю писать приложения там какие и вы начинаете с проекта вот у вас есть проект и вы изучаете вот тот теоретический материал который вы изучаете вы изучаете его на на задачи которые у вас есть это самый быстрый способ органичный такой естественный способ изучения какой-то дисциплины и тем более что программирование это все-таки прикладная дисциплина значит вот прикладную дисциплину изучаете в прикладном таком аспекте значит вам нужна хорошая задача и чтобы в этой задачи значит реализовывались какие-то принципы там концепции теории и так далее и вот вы будете их подхватывать по мере решения задачи чем чем больше у вас будет опыта знания практического и так далее тем легче вам будет читать книжки тем большими кусками вы будете заглатывать новую информацию академический дата вот через чтение в разговоре на конференции там и так далее но это должно ложиться на какой-то практический опыт и тогда легко пойдет поэтому когда например вас грамотный педагог вводит в профессию да он делает это через решение про задачу задача номер один задача номер два задача номер три и задачи выстраиваются так вот если бы я допустим преподавал да значит эту эту дисциплину я бы выстроил ее через задачи задачу решать интересно ты видишь результат ты понимаешь зачем ты это делаешь совершенно другой уровень мотивации а если вы изучаете там java core и при этом ну как бы не делаете ничего значимого для себя а задачи ваши такие знаете как опять академические то соответственно мотивация не та интерес не тут усвоение не то и так далее мотивация очень много значит для усвоения если вы мотивированы то вы гораздо больше потребляете информации чем если бы не мотивировать не мотивированы а делаете это ну просто надо это все еще разбираюсь вот вот сижу разбираюсь поэтому мы видим часто но совсем детей детвору знаете вот люди там с мощном 18 лет 19 лет я не говорю про 15 16 что тоже бывает но ты смотришь там вот его 18 лет а он уже такого нахватал но потому что он интересовался не академическим аспектом а практически вот он ему надо было там какую-то игру запрограммировать вот он сел начал программировать игру и все что нужно было для программирования игры он подтащил туда соответственно какая теоретическая база возникла теперь уже с этой теоретической базы куцей куцей он не он не брал курсов в университете понимаете нет он но вот какой есть с этой какой есть теоретической базой он берет себе другую задачу более сложную и под нее подтаскивает нужную теорию понимаете он не учит теорию в ожидании того что где-нибудь на него упадет практическая задача значит теперь дальше что получается я не хочу как бы чтобы вы подумали что теоретическое знание оно как бы вторично оно как бы производная практической деятельности вот пока ты не начал делать да ты и теорию толком не понимаешь там это вот посмотрите как люди учатся там в университетах на тех же программистов они довольно много всего изучают вот я смотрю ребята которые пишут нам и там из украины россии они год вот изучаем совершенно ненужные никому вещи там я не знаю ну как объяснить что там нужно что не нужно может быть действительно там как-то все устаревшие не могу сказать но когда ты учишься в университете ты набираешься массу вещей массы знаний которые может быть даже никогда не пригодятся вот так напрямую а косвенно пригодятся а косвенно и все вместе и в системе которые заложены в это систематизированное знание ты получаешь некий фундамент без которого невозможно решать задачи определенного уровня сложности маленькую там или даже средненькую какую задачку можно а а по-серьезному вот что-то такое где ну 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 надо знать вот надо знать значит ты ее просто не решишь с тобой разговаривать не станут просто вот вот есть уровень начиная с которого с тобой не будут разговаривать поэтому вопрос какой там может быть 95 процентов но хорошо 90 процентов людей которые работают в профессии не решают задачи требующих вот такого серьезного фундаментального систематизированного знания 90 процентов вполне обходится тем что они нахватывают так сказать из окружающего пространства под решаемую задачу тем более сейчас это как-то очень принято есть очень много ресурсов хватай на здоровье решать задачи там я не говоря же о том что просто куски кода есть готовы которые можно либо взять целиком либо там допустим немножко адаптировать то есть так много всего уже наработано что это просто было бы бесполезным расходом времени делать это по старинке вот поэтому ну вот я думаю что я ответил на вопрос молодого человека эти аспекты которые так мне в голову приходит наверное там есть гораздо более сложные вещи наверное там есть в ответе на этот вопрос наверное есть вещи более специализированные по отраслям знания скажет физиолог вам скажет психолог вам скажет там я не знаю может еще кто конкретно математик конкретно физик да потому что тоже важно и конечно давайте я закончу тем что очень важно кто тебя вводит в профессию понимаете конечно есть люди они такие творческие умные работоспособные они сами тут по книжке там на форуме здесь там какой-нибудь там не знаю knowledge base там покопали и что-то такое нашли что-то такое сделали это все здорово это все очень здорово но это не заменит того чтобы скажем тебя вводили в дело серьезные профессионалы глыбы понимаете не пацаны глыбы вот этого тоже может не хватать ну ну не взять на глыбы ну просто просто классные серьезные профессионалы вот с которым ты работаешь бок о бок поэтому очень очень важно работать быть в команде в хорошей команде хорошая команда и хороший проект это есть успех твоей карьеры профессиональной если у тебя нет хорошей команды в которой ты работаешь или ты занимаешься мелочевкой то тебе кранты вот так и будешь это совершенно другой уровень поэтому когда тебе 22 года и ты уже занимаешься не тем чтобы удержаться на плаву там приближаясь к пенсии а ты занимаешься тем чтобы состояться в профессии значит вот вот идите туда где есть проекты хорошие идите туда где народ крут крут крутой у кого можно поучиться понимаете такая вот такая такая история счастливо и пусть знания эти ручьем рекой там океаном загружается в наши мозги и процент и чтобы нам всегда хотелось еще больше еще больше и больше а а там всегда останется столько боже мой вот сколько не набьешься в голову всегда остается столько что хоть плачь счастливо